МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадиокампании Гомель. У студии працует Алена Траценко. Глядите в этом выпуске. Жнево на старте. В области распачалась выборчная уборка зерневых. На шести лесных шкодников у регионе объявлена надзвычайная ситуация природного характера. За бездакорную службу у Гомеля уручили узнагароды судовым экспертам. Клумба «Рояль» – незвычайный арт-объект, упрыгожил одну из центральных улиц Гомеля. Ну а зараз об этом и иншим больше подробязна. У Гомельской области намолочена первая тысяча тонн зерня нового ураджаю. Господарки региона распачали выборчную уборку зерневых и зернебобовых. Комбайны вышли у поля у восьми районах. Масовые работы стартуются до конца наступного тыдня. Про то, как минимизовать страты зерня, ишла говорка сёння подчас семинару. Ён проходил на территории сельхозпредприемства Урыцкая Гомельского района. Специалистам з усіх регионов в області, які курирують сельскую господарку, наглядно показали, як лепшно строять агрегаты комбайна, кабстраты зерня были минимальныя. У ближайшие дни они проинструктують в своих подначаленных намесцах. По кульжа полным ходом иде уборка азимагарапсу. Обмолочена 30% площав, ураджайность – на 20% высшая за минулогоднюю. До речи, в этом году початок уборочной за надворье пришлось откласти, прикладно, на два тыдни. Але, по словах специалистов, дякуючи Утымлику и Небесной канцелярии, ураджай повинен быть высшим за минулогодні. В текущем году была проведена огромная работа по формированию ураджая, выполнены все необходимые технологические требования, и мы ожидаем получить вал зерна в текущем году значительно больше уровня прошлого года. Надзвычайная ситуация природного характеру у двух лязгасах Гомельской области, Лельчицким и Милашевицким, под погрозой знищения больше за полторы тысячи гектаров лесу. Винуюся му нашесть вершинного жука и жука караеда. Шкодник не покидая древом неводного шанса на выживание и спыняться не сбирается. На боротьбу с караедом мобилизованы амаль 300 человек и полсотни одинок техники. Подробязности далее в сюжете. Оно отработано. Всего ничего не будет. Буровая мука и оттулены у стволей – первые предметы присутности жука караеда. Хоть древо выглядит целком здоровым специалистам видовошно внутри шкодники. У этой сосне до приклада опынулось одразу некольки семью. Площа заражения больше за полторы тысячи гектаров. Зараз все силы лесгасов у Лельчицким районе накированы на боротьбу со шкодником. На допомогу коллегам прибыли супрацовники Гродзенского лесогасподарчика объединения. Здесь у нас работает островецкий лесход. Взяли на корню лесосеку и пилят хорвестером. После хорвестера будем сжигать порубочные остатки. Площа 2,7 гектара. Есть участки от 10 соток и до 3 гектар. Зараз тут активно размножаются одразу два вида жуков шкодников – вершинный и короед. Перший – знищая крону и верхние две трети ствола. Другий – зелкуется корой. И, увы, никуда не все древо. По словам специалистов, такого массового нашестя шкодников в этих лесах не было с минулых остатокодзе. Четыре года без дождей в данном регионе. Понижение уровня, ученые доказали, на метр шестьдесят сантиметров уровня воды. То есть деревья уже не могут бороться. Данные насекомые у нас были всегда, но они были в незначительных количествах. То есть деревья боролись, было необходимое давление живицы, смолы. Мы принимаем все меры, которые надо сделать. И до первого августа данная задача должна быть выполнена. Огнем и сякеры пакуль один и метод вырытавания лесу. Химикаты не допомогут. Жуки с потерпелых древа упероходят на здоровые. Спаливают древнину под строгим контролем. На каждом участке дежурить пожарная машина. То, что удается вырытывать, будут реализовывать у якости дров. А кроме того, специалисты Лесгаса, готовые замест кожной загинушей хвой, высадить новые. У годовальнику свою годину чекают сотни саджинцев. Ганна Ковалева, Волиха Холодович, Телерадо-компания «Гомель» при патрымце агентства «Телиновин» Лельчицкий район. У ближайшую суботу, 15 липеня, мясцовые улады проведут шарговые промые телефонные линии. На пытание же хару Гомельской области откажет старшиня Гомельского областного совета депутатов Олег Леонидович Борисенко. Звернуться до его можно с 9 до 12 годин по номеру телефона у Гомеля 75 12 37. А у Гомельским ГАР выконками промую линию проведе намесник старшини Виталь Геннадзевич Атаманчук. Телефон 75 19 54. Час работы промых линий с 9 до 12 годин. Сегодня у Гомеля отбылось ознагороджение супрацовников Управления Державного комитета судовых экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области. Офицеры отримали погоны с нагоды присвоения черговых специальных воинских званий и медалей. Вероника Ворошилина, Володая, под рабязностями. Урочистый церемониял развернулся у колонной зали Палацу Румянцевых и Паскевича, что за семь не выпадковая гэтая величная установа в разные часы бачила немало близкучих военно-начальников. Урочистое построение особистого состава супрацовников Управления, присутность керуючих особ, правооховных структур и представников выконавчой улады. У соправдых святочной обстановки офицеры отримали погоны с нагоды присвоения черговых специальных воинских званий старших лейтенантов и капитанов, майоров и подполковников юстиции. Так само супрацовникам ведомства урушены гоноровые державные узнагороды, медалей за бездакорную службу. Я дослужился до старших офицеров, сегодня мне присвоено очередное специальное звание майор юстиции. Получать очередное специальное звание всегда приятно для любого офицера. Вдвойне приятно получить такое звание из рук заместителя-председателя, в такой торжественной обстановке. Накладывать определенную ответственность о достойном выполнении своего служебного долга. Нужно ко всему подходить полностью со всей ответственности, вкладывать полностью себя в работу, чтобы получить желаемый результат. Управление Державного комитета судовых экспертиз было створено всего четыре года тому. За этот час ведомство доказало свою эффективность. Без его заключения не обыходится ни одна криминальная справа. При этом наше региональное управление селит улику перед веком. По выниках первого года оно заявляется лидером по количеству выполненных экспертиз, около 23 тысяч. Усеяны проведены максимально худко, у ответены законодательством в 30-летний термин. На узброение ведомства, как сучасное, так и проверенное в опытом обсталявание, и оно дозволяя оперативно, оголовно и якосно провести всю необходную працу, собрать каштонные доказы. Проведение количества экспертиз увеличивается, качество их, приобретается новое оборудование. И я как человек с большим опытом, скажем так, борьбы с преступностью по укреплению правопорядка, также могу сказать, что перспектива дальнейшая, все больше и больше значимость в борьбе с преступностью и укреплению правопорядка будет отводиться экспертной работе. И я думаю, что, ну, это мечты, конечно, наступит когда-то время, когда по только заключению экспертизы сразу материалы будут поступать в суд, и на основании этого будут рассматриваться вопросы о виновности или невиновности лиц. Ну, для этого надо еще, так сказать, дойти технически, но мы идем по этому пути. Особливость работы Управления Державного комитета судовых экспертиз – тесное взаимодействие с органами Улады, бо стабильность и безпека краины – галовные ориентиры сучасности. До того ж, зараз активно ожитивляются международные взаимодействия со специалистами Российской Федерации, Литвы, Польши, Хорватии и инших краин. Галовные меты – обмен навыковой информацией и вопытом работы. И у вынеку – повышение эффективности борьбы со злашинностью. Сегодня завершилась первая змена военно-патриотичного лагеря «Курсантты». Проект истнует 6 годов на базе Белорусского державного университета транспорта. И каждое лето из всей области он сбирая подлетка, у яке знаходятся на профилактичесном улику. Удельниками селетней и первой измены стали 25 человек. 9 дней они жили, как соправдные курсанты военно-транспортного факультета Белдута. Строгий режим организаторы объединялись с насыщенной культурной и спортивной программой экскурсии, кинотеатры, боулинг, парк, аттракционов. Особливость этого года у тем, что удельники у Першуню поспробовались обею громадско-карыстной справе, працавали на сельгаз-продприемствах. Задействованы были все межведомственные ведомства, службы, область полкома, горесть полкома, районных служб. Также мы постарались привлечь и спонсорские средства. Результат, я думаю, что за 9 дней программа была насыщенная. Ребята отдохнули. Самое главное, что они не совершили преступления и правонарушения. Они живы и здоровы. Я думаю, что вернутся домой и будут уже готовиться к учебному году. Но впереди еще месяц. Я думаю, что в районах тоже им найдут какую-то занятость. То ли это будет трудовая, то ли это полезная. Другая змена лагера распочнется уже у наступный понеделок. У Вогуле за годы основания профилактичного проекта его удельниками стали больше за 300 человек. Зараз многие из былых тяжких подлетков законоподслухмянные грамадяне, яке знайшли свое место у житти. Команда с России стала переможцей международного взлету юных воротовальников пожарных. Сегодня он завершился в Гомеле. Одночасово поставлена кропка в работе 13-го полевого лагера воротовальник. Подлетки знайомились, набывали виды и навыки, споборничали подробностей в наступном сюжете. 120 школьников из разных кутков света встретились в Гомеле на международном взлете юных воротовальников пожарных. В течение они жили у лицеи при Университете грамадянской обороны МНС. За этот час тут пройшли вогнищи дружбы, экскурсии, вечеры национальной кухни. Так само юные воротовальники споборничали у творчести пожарной эстафеты и пройшли усе складанность изводно-полевых вученьев. Уже на початку взлету головным претендентом на перемогу стала российская команда. И до конца тыдня чакайни судьи оправдались, а другое место селета у Грузии, третье у Казахстана, Беларусь на четвертом. На этом селете мы первый раз. Очень все понравилось, захватывающие эмоции. Мы подружились с разными странами. Мы стали как единая целая семья. Ну, конечно же, были и соревнования. Мы планируем сюда приехать еще раз, если будет возможность, так как Россия стала победителем. Мы показали очень хорошие результаты, которые мы очень довольны. Интересно. Есть такой соревновательный дух. Интересно общаться с другими нациями. У нас третье место, к которому долго стремились. А пошли всего на одно очко у нас. Кроме Беларуси, России и инших славянских краин на взлет приехали представники Латвии, Молдовы, Италии, Казахстана, Грузии и Пакистана, який дальше стал новичком этого года. При этом уже зараз свядется подрехтовка до наступного взлета. Идусь перемоги с новыми краинами, которые в наступном году так сам ожидают принять удел в мероприемстве. Я вот только что прилетел из Китая. Вообще с китайскими коллегами они уже готовы рассмотреть. Мы им показали, как здесь проводится, какая радость у детей, какие общения. Они сказали, обязательно этот вопрос осмотрят. И вот планируют через два месяца к нам приехать. И мы уже этот вопрос конкретно решать. Я думаю, этот след будет расширяться. Ганна Ковалева, Максим Савин, Александр Харлампов, телерадио «Кампания Гомель». Цекаво и весело проводят летние каникулы и у Центры инклюзивной культуры. Кожный тыдень тут ладятся спектакли для маленьких глядачов. Тема шаргового шоу – «Магия мыльных бурбалок». Головная особливость таких мероприемств – инклюзивность. На их присутничают як дети с добрым слыхом, так и ты, у кого есть пылные проблемы. Таким чином, организаторы спрыяют их социальной адаптации. У кожным спектакли дети являются не только глядачами, але и у дельниками интерактивных гульняв. У Центры проводят спектакли на тему пожарной безпеки, здорового ладу життя и добрых поводинов. Яны сбирают у зале больше 100 глядачов. С допомогой клоунады яркого реквизиту, артысты не только забавляют хлопчика у девчонок, але и мкнутся до нести до их идеи человечности и взаиморазумения. Мы показываем деткам обычным, что есть дети необычные, которые не слышат или которым тяжело в жизни в этой немножко. И они их воспринимают, не воспринимают как что-то иное, как что-то чужое и постороннее. Они их воспринимают как друзей. И уже с детства они понимают, что есть люди разные, маленькие человечки, которым также нужно помогать в этой жизни немножко адаптироваться. Незвычайная клумба-рояль упригожила одну с центральных улиц Гомеля. Разбили я ее, каля помнека Пятру Чайковскому, у память об великим композиторы. Колер и объем роялю надают некальки десятков петуний, а в вечерний час незвычайный музычный инструмент осветляют тысячи светло-диодов. Каля подысти до арт-объекту ближе, можно почуть музыку. Побач с роялем усталявали табурет. Теперь это одно из популярных местов для фото. Мы из интернета увидели, решили приехать, посмотреть, очень красиво, очень понравилась нам эта идея. Замечательно, сейчас пофотографируемся, будет еще лучше. Клумба-рояль – один из подарунков до дня народжения города. В этом году областному центру сполнится 875 годов. Дожди, которые протягивались весь працованный тыдень, на реште вспынятся. По информации областного гидромета-центра, в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. У ночи у особных районах ясно чакаются короткачасовые дожди, але у день будет без опадков. У ночи температура поветра складе от 7 до 12 градусов тепла, а у день – до плюс 23. У недели у 16 липеня термометры покажут до плюс 23, а у понеделок – до 25 градусов тепла. ГТ и другие новинки вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvregomial.by Далее у эфиры «Спортный нагляд». З новинами спорту вас познайомить Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова